Ситуация в республике пока остаётся достаточно напряжённой. За минувшие сутки в Татарстане выявлено ещё 54 случая коронавируса. За всё время пандемии число заболевших перевалило за 24 тысячи. 631 человек умер. По показателям заболеваемости в России и среди регионов УФО достаточно неплохо смотримся, но нужно понимать, что эта ситуация может быстро измениться. По данным Роспотребнадзора в Татарстане в июле заболеваемость коронавирусом выросла в полтора раза. В среднем ежедневно фиксировали 49 новых случаев. С начала августа ежесуточное количество случаев не увеличивается, но заболеваемость находится на достаточно высоких цифрах. Высокий уровень заболеваемости в июле зарегистрирован в 11 муниципальных образованиях. Притом в Тукаевском районе отмечено превышение среднереспубликанского уровня в 5 раз, в Муслимовском – 3 раза, в Верхнеуслонском и Октанышском районах – в 2 раза. Как отметил Алексей Песошин, остановить заболевание может только коллективный иммунитет, а для этого нужна вакцинация. На сегодня привились почти 900 тысяч человек. Это 47% от плана. Среди лиц старше 60 лет привито 212 586 человек. Это чуть более 24% от прошедших вакцинации. Для коллективного иммунитета необходимо привить 80% взрослого населения. По данным Роспотребнадзора, среди представителей ряда сфер этот показатель не достигает и 20%. Это студенты, служащие сотрудники сферы услуг и общепита. Согласно поручению федерального оперштаба, уровень коллективного иммунитета должен составлять уже не менее 80% к 1 ноябрю. И к этому показателю мы должны активно стремиться. В Татарстане продолжают действовать антиковидные ограничения. На их соблюдении в июле Роспотребнадзор проверил более тысячи объектов и каждый пятый работал с нарушениями. Наложено полтора миллиона штрафов. Работа некоторых предприятий приостановлена. Дмитрий Иринин, ТНВ, Казань.